Опять за старое. Муниципальная охрана отнимает частный бизнес. На 10-й станции Большого Фонтана владельцы торговых павильонов жалуются, что их хотят закрыть. В ситуации разбирался Назар Бурхан. Уже второй день владельцы небольших ларьков вдоль набережной боятся выходить на работу. Группа молодых людей, которые представляются муниципальной охраной, хотят отнять у них бизнес. Порой даже силой. Непонятный демонтаж без документов, без всего. Демонтаж наших торговых точек, которые мы подписали договора, заплатили аренду и все как положено. То есть, они стояли на законных основаниях, а сейчас получили, что мы стоим почему-то не на законных основаниях. Хотя у нас есть договора, все как положено. И сейчас, оказывается, это уже не территория пляжа, а почему-то территория города. Мы просто вам говорим, что это городская земля. И все. Без выкипировки, без ничего. Люди рассказывают, что за два дня закрылись уже несколько ларьков. А у тех, кто отказался подчиняться, отнимают имущество без описи. Предприниматели жалуются, что полицейские никак не реагируют на такие действия. Коля, когда я его вызвал? Час назад. Час назад вызвал, полиции до сих пор нет. Представители муниципальной охраны, которые сидели неподалеку, отказались давать комментарии. Можете сказать пару слов? Сейчас директор приедет. Сейчас приедет директор коммунальной установы и даст интервью. Даст полностью показания. Мы прождали около получаса, но никто не приехал. Между тем муниципалы уходят с пляжа. При этом представители муниципальной охраны не скрывают отсутствие воспитания. В это же время предприниматели пытаются решить эту ситуацию с помощью администрации пляжа Чайка. Но после прихода невоспитанных охранников уже и те не выходят на контакт. Назар Бурхан, Валентин Мирза, 7 канал.